Если Азербайджан пригласит европейские компании к восстановлению освобожденных территорий, то многие из них, скорее всего, захотят участвовать в этом. Как передает Канал 13, об этом заявил руководитель представительства Европейского Союза в Азербайджане Кистутис Янкаускас. Предстоит большая работа по восстановлению освобожденных территорий, и она будет реализована быстрее, если все будут вовлечены в эту работу. Мы обсуждаем с Азербайджаном общие планы и возможности восстановления освобожденных территорий, что, возможно, будет сделано в сотрудничестве и с другими организациями. Представители ЕС неоднократно высказывали свою поддержку полному восстановлению освобожденных территорий. Как только на всех освобожденных территориях Азербайджана будет обеспечена безопасность и население вернется туда, будет рассмотрена возможность реализации на этих территориях программ ЕС, подчеркнул посол. По его словам, проекты ЕС реализуются по всей стране, и они могут быть реализованы и на освобожденных территориях. Глава представительства также отметил, что Европейский Союз может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности, а также проживания и передвижения на этих территориях. ЕС поддерживает все инициативы, направленные на всестороннее урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, проведение там восстановительных работ, на укрепление взаимного доверия. Мы понимаем, что для реализации всего этого требуется время. Очень важно обживать эти территории. Как только все это будет обеспечено, можно говорить о реализации поддержки проектов. Мы готовы работать с Азербайджаном в этом направлении, заключил Кистутис Янкаускас.